Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 июня, и вот вчера я сидела вот у этих кустов пушистых петруши-огородника и рассказывала, как его формировать. Но сегодня в комментариях прочитала сообщение Валентины Ведяшкиной, которая пишет, как формировать сорт сибирская тройка, ведь он тоже лохматый, он тоже кустистый, и сегодня я расскажу вам о сибирской тройке, но могу сразу сказать, что эти сорта, их можно назвать даже близнецами. Все, что я вчера говорила о сорте петруша, все это можно сказать о сорте сибирская тройка. Такой же низкорослый, также 60 сантиметров в высоту, также при выращивании в теплице, вот она моя ассистентка пришла, сейчас будет меня опять царапать, также при выращивании в теплице может вырасти до метра двадцати. Также это низкораспелка и не ранний, это среднеранний сорт, потом также является очень урожайным, 4-5 килограмм с куста, это значит с квадратного метра больше 20 килограммов плодов. Это очень хороший результат для низкорослых томатов, вот для таких вот, для неприхотливых, для выносливых. Это также как петруша огородник, тоже толстоногий сорт, он тоже не вытягивается в рассаде, подождите, уберу, а то кажется, что она для чего-то специально повешена. Также не вытягивается в рассаде, то есть его я тоже сибирскую тройку ставлю в один ряд с Демидовым, с Настенькой, вот с Петрушей огородником, и со всеми, со всеми нашими сибирскими неприхотливыми сортами, которые у меня основная часть моей коллекции. Ну, даже не стоит говорить, что это сорт сибирской селекции, он неприхотливый, при подмерзании он обрастает так же хорошо. И вот можно было бы все, 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 что я вчера про петрушу говорила, повторить и про сибирскую тройку, вот прям один в один. Если бы не было разницы в цветовой гамме плодов. И вот когда зрительница написала, я перепутала сибирскую тройку и петрушу огородника, как его различить, их очень легко различить, когда они начнут спеть. Один плод розовый, другой красный. Розовый это будет петруша огородник, а красный это сибирская тройка. У сибирской тройки такие же красивые плоды вытянутой формы, яркие такие, красные. Но у нее именно не розовый, а классический красный цвет, цвет красного знамени. Вот удлиненные, так же, как я говорила, как Кенигсберг, или такие вот, как любые перцевидные. Если у петруши огородник 200-250-300 грамм, то сибирская тройка может пойти еще больше, 350. Многие выращивают огромные плоды. Также они очень вкусные, мясистые, сладкие, в зависимости от погоды. Но я начала говорить про формирование. И про формирование я сейчас скажу. Сегодня прочитала еще один комментарий, что вот именно эта лохматость, эта кустистость петруши, пишет одна зрительница, что она именно из-за нее отказалась, потому что люди не знают, что с ними делать. Вот они так разрастаются. Ну, смотрите, я сейчас вам, конечно, не хочется. Мне так обидно за петрушу и за сибирскую тройку, что из-за лохматости я, наоборот, считаю, что это красиво, ну, достоинство, вот красота куста, вот эти зеленые, красивые листья, густые, красивые, все. И эту лохматость ведь можно контролировать. Специально села вот у того, у тех кустов, где я вчера была рядом. Смотрите, они какие раскидистые, казалось бы, бесформенные, лезут во все стороны. Это вот ряд, который я еще не обрабатывала. Это вот петруша. А вот такой же куст, это сибирская тройка, только он уже прошел мою обработку. Видите, вот этот вот ряд идет. Он уже не такой кустистый. Ой, это я, извиняюсь. Он уже не такой кустистый, и все они аккуратно у меня подобраны. Сейчас я вот так, подождите, переседу, чтобы прям показать ее. Вот, короче, был сначала вот такой, потом у меня будет вот такой. Как я и говорила, я нижнее. Видите, убрала все нижние листы, убрала все лишние пасынки до первой плодовой. И потом дальше я разрешу этому кусту расти. Вот сначала их было два, вот пока что два. Вот этот, видите, растет уже третий. Я ему тоже дам расти. И вот этот четвертый будет, я ему тоже дам расти. И вот по четыре ствола с каждого куста этого будет достаточно. Я этот сюда подтяну, и этот сюда подтяну. И смотрите, отбывалый вот такой вот, как вот от такого хулиганского поведения, когда во все стороны он растопыршился, и не знаю, что с ним делать, он будет вот так у меня ходить по струночке, этот томат. Здесь будет четыре стволика, и там четыре стволика. Все они будут в кисточках. Еще одна зрительница написала, что пораньше выпустили видеоролик, я уже успела все пасынки удалить. Висит несколько помидорок, наверное, будет урожая мало. Дорогие мои огородники, в прошлом году про петрушу огородника, так как у него сложная вот, сложности у начинающих в формировании, снимала три видеоролика в разных фазах развития, до самых морозов снимала, и потом еще в конце сентября снимала, показывала, как он на этих лежачих пасынках еще выкормил все свои плоды до огромных размеров, как они долго хранятся, как они для зимнего хранения подходят. Все от рождения и до, ну, до смерти говорить некрасиво, ну, до конца сезона я снимала этого петрушу. Смотрите, пожалуйста, прошлогодние видео, потому что нынче еще снимать мне было сильно некогда, а в прошлом году я все это очень подробно рассказывала. Да, петруша огородник и сибирская тройка, они требуют такого контроля, если вы хотите, чтобы он выглядел аккуратно. Вот видите у меня, вот, у меня до первых плодов, тут уже все зачищено. Дальше он идет так тихо, спокойно, если у меня что-то возникает желание, как вот некоторые говорят, что загущенность мешает им, ну, куда его посадишь? Ну, можно обрезать листьях фрагментарно, вот так по половине, чтобы вот так вот они не торчали во все стороны. И еще люди спрашивают, как же их высаживать? Им, наверное, нужно много места, но, как вы видите, он у меня высажен точно так же, как все остальные, вон, видите, на том плане простые, тонконогие, ну, как не такие совсем сорта. Все их, если вы хотите высадить их в одном ряду, их можно контролировать, можно усмирить, их вот такой буйный характер, все будет прекрасно. С сибирской тройкой поступаем так же, как с петрушей огородником. Если вам нужен культурный такой аккуратненький кустик, до первой цветочной кисти, до плодовой, убираем нижние листики, убираем нижние пасынки, дальше даем ему расти во сколько хотите, там, в два, в три ствола. Единственное, что я бы не рекомендовала все пасынки убирать, потому что, еще раз повторю, на пасынках половина вашего урожая, я вот оставляю четыре, иногда оставляю пять стволов. Четыре ствола для сибирской тройки, для петруши огородника, это нормально, это немного. И еще, его можно вырастить, конечно, и без пасынкования, так что про него написано так же, как про петрушу, что практически не требует пасынкования, можно просто нижние листья удалить, а все пасынки оставить, и можно вообще не подвязывать, они как монгольский карлик расползутся. Но вот в этом случае, да, ему потребуется больше места, что петруши, что сибирской тройки, но это все зависит от того, какой вы хотите получить куст. Это такой вот мобильный томат, он такой пластичный, вы можете сделать с него что хотите. Можете сделать вот такого интеллигента, который будет культурно стоять в одном строю вместе со всеми, а можете сделать вот такого вот дикаря-бунтаря, который будет расползаться в разные стороны, но тогда ему нужно место побольше. Все, с вами была Ольга Чернова. Не надо отказываться от томатов из-за того, что они пушистые, из-за того, что они кустистые, из-за того, что они ползучие какие-то. Все томаты хороши, а особенно сибирская тройка и петруша-огородник, это находка вообще для нас, особенно для жителей сибирского региона, вот как у меня, выносливые, толстоногие, красивые. Но я два года не могла к нему приспособиться. Я в прошлом году уже рассказывала, как я с ним билась, когда я удаляла все пасынки, а он опять выпускал их и выпускал, выпускал и выпускал. Все лето я боролась с петрушей-огородником в теплице, в результате ничего не получила. Но потом все началось сначала. И потом, когда мне сказали, не написано же на пачке, производитель не пишет, что не удаляйте пасынки, получите больше урожая. Все это приходит с опытом. И вот на третий год только я подружилась с петрушей-огородником. Ну а сибирская тройка, когда ко мне пришла первый раз, я уже знала, я поняла, что это близнец петруши. По описанию на пачке, по внешнему виду, это та же самая петруша, это та же самая сибирская тройка, только разница в цвете плодов. Красивые, вкусные, выращивайте, не пожалеете. Но нужно, конечно, с ним найти общий язык. Все, до свидания.